Есть в русском мире удивительная черта. Многие люди там настолько тронулись умом от злобы и ненависти, что постоянно забывают о правиле бумеранга. Того самого бумеранга, который всегда не просто возвращается, но и больно бьет по кабине отдельных необучаемых. Взять хотя бы одну из самых токсичных пропагандисток из Ордло, Майю Пирогову. Если вы оставите бандырию, рагулью, вот этой всей... Хоть шок, вот, 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 вот столько. Два квадратных метра, оттуда вылезет тварь и начнет гадить. Само слово «Украина», я не говорю про государство, даже слово «Украина» должно исчезнуть. Теперь ее нет. Гена, ты ее же ели на мою израненную душу. Но это та громбабка, которая в свое время рассказывала, мол, гибель десятков тысяч людей в Мариуполе пойдет городу на пользу. Вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там, мелочами и все такое, его осквернили. А теперь, говорит, вот, да, через страшное, через ужасное, но он очистился. Так вот, Мариуполя Пирогова, видимо, было мало, и теперь баба Майя решила поглумиться еще и над жителями Одесской области. Напомним, все последние дни бушевала стихия, и даже погибли люди. Но российские пропагандисты никогда не упустят возможности станцевать на чьих-то костях. Тем более, если можно еще и победу какую-то на чужом горе выдумать. Ветер в юго, снег и град – это Путин виноват. В Одессе русская зима. Напоминание о том, что русская весна впереди. Чтобы понять, чем обычная зима или весна отличаются от русской, нужно, очевидно, выпивать не меньше, чем сама Пирогова. Потому что для меня вот так – это показатель. Но мы же не зря говорили о правиле бумеранга. Ведь нам одним кажется, что даже не оккупированные территории Украины, а, собственно, российские города, оказались не готовы к зиме еще сильнее, чем Одесса. Вся прибрежная зона в Сочи и Ейске затоплена. Число разрушений измеряется сотнями. В отдельных районах обвалились жилые дома. Эта дорога, которая ведет из Симферополя в Евпаторию, Черное море вышло из берегов. А это кадры с главного российского курорта – Сочи. Огромные волны накрывают заснеженные пляжи, сносят пальмы все постройки, заливают первые этажи зданий. Прямо на глазах жильцов рухнул трехэтажный дом. Также в Краснодарском крае перебито сразу несколько железнодорожных веток. Здесь то самое время и уточнить у крикунов типа «Хабалки Пироговой». Ну же, баб Майя. Будут шуточки на этот счет. Ждать ли ей скурузской весны, особенно с тем учетом, что все деньги уже пару лет на войну до оккупированные регионы Украины уходят? Сейчас, на тех территориях, которые мы уже вернули, мы же строим там город, сад. Ну это же видно. Дороги, школы – это все еще под угрозой. Там все еще продолжают их атаковать. А мы все равно это строим. Но здесь важно отметить, что история с непогодой – это лишь один из множества примеров, как пропагандистов сама жизнь наказывает за злорадство. Посмотрите свежие ток-шоу на федеральных каналах. Что там обсуждают упоротые шизики? Верно. Как бы так Украину без света и тепла побыстрее оставить? Мы будем бить, как и прошлой зимой, по электростанциям, чтобы создавать проблемы с электричеством и с теплоснабжением в Киеве. Ну тактика показала свою успешность, что она будет действительно успешной, приносить настоящие результаты. То есть, если она будет применяться постоянно, 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 постоянно оказывать силовое воздействие на украинскую инфраструктуру. Даже Витязева чуть не лопнула от счастья, что в Киеве полрайона пару часов без света посидела. А у них же потерь не было, вы ж помните. У них чуть что там? Потерь нет, потерь нет, потерь нет. Да они и сейчас, в принципе, тоже. Ну даже, посмотрите, они там 74 из 75 беспилотников сбили. Ну молодцы, а чё ж света у вас тогда нету? Это как-то, знаете, несоизмеримо. Свет пропадает, инфраструктура разрушается военно, и наступает калац. Но тут вдруг оказалось, что в отличие от прошлого года в такие игры можно играть вдвоём. По слухам, что-то неприятное случилось на Старобешевской и Зуевской ТЭС, отчего на подконтрольных России территориях наступил реальный блэкаут. Почти половина Донецка обесточена, также свет отсутствует в некоторых городах ДНР. Без света остались часть городов и районов республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено вести работу в штабном режиме. Более того, с тем учётом, что беспилотники ВСУ регулярно залетают вглубь России, нет сомнений, что массовые удары по ТЭС и под станциям для Украины — задачка вполне решаемая. И вот уже даже адепты русского мира принялись задаваться вопросом, а стоит ли Кремлю идти в размен блэкаутами? Особенно с тем учётом, что в России морозы значительно сильнее украинских. В общем, привет из Киева прилетел. Теперь ВСРФ на развилке, а вариантов всего два. Если продолжать бить по энергоинфраструктуре Украины, то в Донецке о свете и тепле нам можно будет забыть. А там и города России подтянутся. И вот такой удар реальностью по башке, хоть и понемногу, но начинает протрезвлять некоторых россиян. До людей хоть и не быстро, но доходит, что несмотря на пустую браваду по телеку... Раньше мы там всё переживали, где оборону прорвали, да? То, куда пошёл, где сколько танков подбили. А сейчас на фронте мужики обычно говорят так. Товарищ командующий, подождите немножко, мы тут разберёмся. Противнику будет очень тяжело в эту зиму, потому что у нас ресурсов и возможностей, что ни говори, больше. Возможности Украины не уменьшаются, а наоборот растут. Вот кто 24 февраля 2022 года мог подумать, что ВСУ хоть чем-то смогут ответить на ракетный террор Кремля? А теперь и штаб флота в руинах лежит, и дроны вглубь России как к себе домой летают. И в этом свете хотелось бы снова уточнить, как там демилитаризация, ребятки? Президент всем русским языком, кто глухой, у кого с памятью плохо, сказал нормально, демилитаризация всех. Я переведу это на русский язык, чтобы это было понятно. Это вырвание зубов без наркоза. Просто есть мнение, что она проходит, но в обратную сторону. Хотя тот же смешной Киселёв, чуть ли не каждый эфир крутит россиянам парочку побитых украинских танков или бронемашин. ВСУ продолжают нести значительные потери и в живой силе, и в технике. Очередные кадры спалённой техники публикуют телеграм-каналы БМП и танк Т-72 на заиндивевшей дороге, нидерландский бронетранспортер YPR-765 и американский International Max Pro. И что ты, дядя, этим хочешь показать? Что вторая армия мира может иногда танк подбить? Ну да, может. Но если мы начнём мериться с сгоревшей техникой, то вы же явно не вывезете. Там только на подступах к Авдеевке целые кладбища металлолома. Впечатляет, правда? Это вам не два танка от Киселёва. Но, естественно, ничего подобного федеральные каналы своим зрителям не показывают. Им куда проще неделю носиться с жалким фейком, который с ошибками сварганен в видеоредакторе. Не вы что пишете? Что там? Больше миллиона наших загинуло. Вот там какая-то бегущая строка. В результате полномасштабной войны погибло и пропало без вести. Миллион сто двадцать шесть тысяч и так далее военных. Это вот эфир этого украинского канала «1 плюс 1». Ну, там один у них, в принципе, на всё. Вот, поэтому, как бы, естественно, нам сказали, что это были злые хакеры, что это фотошоп там и так далее, и так далее, и так далее. Но нет дыма без огня. Чем признать очевидное. А очевидное заключается в том, что слова, озвученные по телевизору, кардинально отличаются от реальности. Например, пропагандисты всерьёз уверяют, что былинные скрипоносцы из армии РФ при надобности даже за два с половиной месяца возьмут. Победа стала намного ближе. Более того, общался две недели назад с бойцами, приехавшими на побывку. Они не понимают, почему им не дают команды. Говорят, дайте команду два месяца, мы возьмём Киев. А проблема лишь только в том, что якобы нет приказа. У нас всё есть, мы готовы, мы душевно-духовно на подъёме находимся. И у нас есть все возможности, почему нам не дают команду. Многие мне действительно говорили, что почти всё упирается в приказ, если не всё. И вы знаете, смотреть на подобное безумие без улыбки невозможно. Ведь сразу в голову с дружественным визитом лезет вопрос. Вот на кого, блин, всё это рассчитано? Нет приказа Киев взять? Окей, понимаем. Но явно же есть приказ выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вернуть правый берег Херсонской области, который по вашей конституции – Россия. Мы ведь, прямо скажем, пока ещё не отбили населённых пунктов, которые Украина и ВСУ заняли прошлой осенью. Мы не вышли на линию 29 августа 2002 года. Мы поэтому и не соглашаемся на мирный процесс. Точнее, мы никогда не отказывались от мирного процесса. Но мы как-то так для себя решили на наших условиях. А на наших условиях, ну, это хотя бы наша конституция. Я уже не говорю про Одессу, Николаев, некоторые Киев хотят. Так кто же мешает? Это же явно легче, чем взять Киев. А мешает, друзья, только одно. И вопрос не в приказе, а в отсутствии возможностей. То есть языком они могут и капитуляцию требовать. Не надо никаких переговоров с нами. Не надо с нами переговариваться. Надо капитулировать. А переговариваться не надо. И, например, Польшу делить. Национальная забава российско-германская – делить Польшу. Немец только не тот пошёл, делить не с кем. А на практике у людей невероятная победа. Российские орки героически зашли в промзону в районе станции «Ясеноватое-2». Наши войска впервые в 2014 года вошли в промзону. Это говорит о том, что русский солдат практически полностью окружил всю эту нечисть. Вот такие дни, как вчера и сегодня, когда мы получаем новости из Патавдеевки. Они были, есть и будут, потому что иначе быть не может. Потому что русские не сдаются. И русские войны не начинают, но они их заканчивают и заканчивают победителем. Чтоб все понимали, уровень – это даже не Авдеевка. Но праздник в России такой, будто бы они как минимум Берлин взяли. Сейчас вот прямо из Украины туда маршем пойдут и Знамя Победы вывесят. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно. И мы должны выдрузить уже окончательно наше Знамя Победы над этим объединенным натовским рейхштагом. При этом, что важно отметить, исходя из пафоса на всех этих ток-шоу, совершенно очевидно, что пропагандистам поставлена задача сделать из Авдеевки чуть ли не пуп земли. Видимо, в генштабе РФ отлично понимает, что на других направлениях им вообще ничего не светит. А потому бои за пригород Донецка подаются в контексте спасения от обстрелов жителей оккупированной части Донбасса. Под Авдеевкой, наконец, началось наступление. Я страшно рассчитываю на то, что город-мученик, город-герой Донецк, наконец, перестанут обстреливать каждый божий день. И, конечно, подобная риторика – это бенефис цинизма и людоедства. А Маренко с Авдеевкой – это, извините, не Донбасс? Или вы одних жителей Донбасса убиваете, чтобы других спасти? Я напоминаю, что именно из Авдеевки в основном-то прилетает по многострадальному Донецку. И вот когда все случится, окончательно и бесповоротно, вот тогда город-герой Донецк сможет выдохнуть и начать дышать спокойно, и начать развиваться. Кроме того, просто сравните визуально Авдеевку и Донецк, чтобы окончательно убедиться, что по факту мирнику в Донецке ничего не угрожает. А вот по военным объектам Украина сможет наносить удары всегда. Не хотите из района Авдеевки? Окей. Есть Курахово, Селидово, куча других направлений, откуда даже ствольная артиллерия легко достает. Про Хаймарсы молчим. Поэтому, когда вы слышите нечто вот такое… Наши бойцы готовы завершить окружение котла, создать котел, завершить окружение Авдеевки, отбросить противника, который как раз с Авдеевки, с Ласточки, на Сорловке, постоянно обстреливают Ворошиловский, Куйбышевский, Киевский, Калиницкий район и Донецк. То просто знаете, что человек вас пытается обмануть. И делают они это для себя любимых, а вовсе не для жителей Донбасса. Ведь на последних России просто наплевать. Послушайте вот признание топового путинского военкора относительно счастливой жизни мирных жителей в оккупированном Солидаре. В Солидаре вот один человек остался. Один. Хотя, когда брал его Вагнер, я помню, я там встречал, в момент штурма, я встречал там, ну, гражданских лиц. Там, где идет война, там практически население сегодня не живет, потому что война жестокая, она выжигает всех и убивает всех. Да-да, вы не ослышались. От целого города, где люди жили счастливо и имели работу с приходом путинского рейха, остался один человек. Один человек, Карл. То есть Солидар полностью повторил судьбу Попасной, которую Россия даже на свои карты не нанесла. Ведь такого города больше нет. Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но окончательное решение не принято. Леонид Пасечник. И как здесь не вспомнить пафосные слова первых дней войны? Мол, Путин и компания якобы идут спасать жителей Донбасса. Не случайно эта военная операция называется «Спасение». В итоге спасли так, что многих городов больше нет. Предприятия, кормившие регион, разрушены. А выжившие люди навсегда покинули родные места. Война рано или поздно закончится, а прежнего Донбасса уже никогда не будет. Собственно, вот так выглядит русский мир не на словах, а на деле. И если вдруг в Украине остались хоть какие-то лояльные России люди, то очень рекомендуем им задуматься, а нужно ли вам такое. Особенно с тем учетом, что кабу в полтонны весом совершенно все равно на вашу позицию, взгляды или русский язык. Его задача превратить ваш дом в воронку. Ведь именно в этом, видимо, и заключается спасение по-русски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова